Аааа, никотиновая кислота за 77 рублей, какой кошмар! Я хоть правильно её показала? Всем привет, с вами Селена, и сегодня мы будем с вами тестить ту самую никотиновую кислоту, которая даёт рост волосам, укрепляет корни волос и делает восстановление. Ну, я, как вы знаете, любитель поэкспериментировать с волосами, что-то попробовать, и не так давно я увидела, что в фикс-прайсе есть вот такая никотиновая кислота за 77 рублей. Ни разу никогда я не пробовала никотиновую кислоту для волос, но очень много о ней слышала, что люди её используют. Я решила взять в фикс-прайсе всего лишь 77 рублей, думаю, почему нет, 65 миллиграмм, и хочу вместе с вами этот момент протестить. Сейчас у меня грязная голова, сейчас мы прочитаем всё, что нужно сделать, всё сделаем и проверим, что там. А, ещё момент, что её нужно обязательно протестить, я уже чуть-чуть читала, что нужно протестить на вот здесь, например, да, или на локоточке, где-то, в общем, нанести на 15-40 минут, и если нет никаких раздражений, ничего, то можно использовать. И я это сделала, как видите, у меня здесь никакого раздражения нет, и, насколько вы знаете, я не люблю вообще что-то там где-то экспериментировать, и, насколько вы знаете, я не люблю что-то где-то проверять на тест. Да, у нас с никотиновой кислотой, потому что звучит страшно, никотиновая кислота. Вообще, что связано с никотином, я как-то обхожу стороной. Решила сделать тест, мало ли, если я не курю, у меня, может быть, аллергия какая пойдёт. В общем, я шутки шучу. Ладно, давайте. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность, беременность, период лактации. В принципе, всё у меня нормально, мы подходим. Не является лекарственным или лечебно-профилактическим средством. Отлично. Никотиновая кислота, ниацин, известна также как витамин В3, принимает непосредственное участие в окислительно-восстановительных процессах и выработке жизненно важных ферментов для организма. Проникая в корни волос, никотиновая кислота расширяет сосуды, стимулирует циркуляцию крови или крови, и кому как удобно, и обмен веществ в волосяном мешочке, что способствует увеличению скорости роста волос. Средство, обогащённое растительными экстрактами, активаторами роста волос, оказывает комплексное воздействие, способствует насыщению волосяных фолликул кислородом и укреплению волос. В следствии чего приостанавливается процесс выпадения волос, особенно после родов, выпадают волосы. Никотиновая кислота также обладает подсушивающим действием, помогая нормализации деятельности сальных желёз. Вау, вообще, это крутая тема, может, у меня перестанут так быстро ожирнить волосы? Реально, на следующий день, через день уже всё, надо опять мыть голову. Итак, способ применения. Нанести на чистую кожу головы. Отлично, сейчас пойдём мыть. Разделив волосы проборами, распределить по всей поверхности массирующими движениями, не смывать. Ой, отлично, что это нужно не смывать. Так, рекомендуемый курс, 14 процедур. Курс можно повторять один раз в три месяца. А, курс. А так, 14 процедур, видимо, каждое мытьё головы. Всё. Ну, тогда я побежала мыть голову. Интересно, на чистые мокрые волосы или на чистые сухие? Наверное, на мокрые. В общем, сейчас я помою голову и приду к вам. Та-дам! Так, я помыла голову. Сразу хотела вам сказать, чем я мою голову. У меня два шампуня. Один мицеллярный шампунь там, ну, он подсушивает так корни немного. И его вообще не так часто, я думаю, можно использовать, потому что он сильно очищает. А второй шампунь, который я использую, вот он уже закончился, это Эльсеф Роско шестимасел. Возможно, от него у меня быстро жирнеет голова, потому что он действительно очень сильно увлажняет и питает. И даже когда я мою этим шампунем, я уже пробую свои корни. То есть, знаете, бывает, шампунем ты моешь, да, и оно прям трудно тебе туда руку засунуть, потому что чешуйки раскрылись все, да, и так далее. Здесь же, наоборот, все очень гладко, как будто ты бальзамом помыла корни волос. Вот, и смотрите, вот такой вот бальзам. Мне его вообще подарила Лена, это ее мастхэв, она обалдеет от этого бальзама. Но он появился в Экспрайсе, я его видела за 199 рублей, реально в Экспрайсе глубокое восстановление. Очень быстро делает волосы шелковистыми, прям мне нравится, запах обалденный. Вот, бальзамополаскиватель с аминокомплексом. В общем, много и 199 рублей, мне кажется, классно. Вот сейчас я этим всем помыла, ничем не взбрызгивала. Разворачиваем, ушки вытираем, выжимаем вот так вот волосы. Я их никогда не тру, я их максимум вот так выжимаю. Все. Смотрите, вот сейчас попробую расчесать, да, после этого бальзама. Я, кстати, под водой даже не расчесывала, потому что я спешила. Вот, отлично. Вот эта вот расчесочка из Экспрайса, моей любимой. Сразу куча волос остается. Никотиновая кислота мне прям прописана. Вот так вот. Все расчесывается. Больше всего у меня путаются вот здесь сухие волосы и трутся, трутся. Потом я их просто даже на сухую расчесать не могу. И сразу иду мыть голову, и только под бальзамом их расчесываю. Так, ну что, я расчесала наши волосы, как смогла. Что теперь нам нужно? Мы достаем нашу никотинку. Выглядит она вот таким вот образом, с таким наконечником, с которого будет выливаться никотиновая кислота. Интересно, в каком она там? В очень жидком виде или... А, ну я же пробовала ее. Она как водичка, но не льется прям сразу. Ну, скорее как водичка. Да, обычная вода. Кислота как вода. Так, и что нам нужно теперь сделать? Разделив проборами, распределить по всей поверхности массирующими движениями. Значит, вот так вот нужно будет делать. Избегать попадания в глаза. Кстати, при попадании в глаза тщательно промыть. Легкое покалывание, покраснение кожи головы после нанесения средства является нормальной реакцией. Я уже боюсь. Ладно, давайте начнем. Так, мы берем нашу никотинку и вот сюда вот так вот оно все капает. И очень неудобно. Я, короче, придумала, знаете что, не буду вас томить. Я придумала, взяла от Фаберлика вот такую баночку. Просто реально нужен спрей. Я что-то замучилась, вода прям капает сверху. Я беру просто это, переливаю сюда. Потому что вообще можно любую емкость, но у меня вот нет. Просто переливаю сюда всю никотинку. Можно не всю. Хотя тут чуть-чуть уже осталось. Все. Заливаем. Мне кажется, это намного удобней. Берегите глаза только. О, супер. И пошли по корням. Прямо так. О, вообще оттас. Класс. Разделяем волосики. И дальше пошли. И вот так втирать. Ой, ну так намного удобнее, чем просто из этой штуки. Класс. Чтобы не попадало в глаза, и сильно там вас не тревожило, просто близко подносите этот спрейчик. И тогда он будет. Даже можно особо не разделять. Вот так прям. О, просто. Так. С этой стороны. Ну, вообще спрейчиком прям чувствуется, где вы нанесли. Поэтому можно вот прям эту сторону и не буду сильно разделять. Просто точечно. Вот так втираю пальцем. Ну. Отлично. Все. Теперь берем все вот это и делаем вот так. Ой, кайф какой. Так. Никакого жжения я сейчас не чувствую. Для меня вот это вообще супер прям удобно. Никотинку вылить сюда. Это была супер замечательная идея. Реально попробуйте. И вам понравится так больше ее наносить. Про никотиновую кислоту я слышала много разных отзывов. Я как понимаю, что люди делятся. Кто-то говорит, что это там вредно, плохо. Я не знаю. Кто-то говорит, что это супер мега полезно. И только это. Я не знаю. Я никогда не пробовала. Но я очень много слышала. И слышала в основном хорошее почему-то. Поэтому, если вы знаете какую-то обратную сторону медали, пожалуйста, напишите ее в комментариях. Будет полезно мне и тем, кто смотрит это видео. Но, в принципе, я думаю, что никотиновая кислота, если написали для волос, все супер. И еще никотиновая кислота также продается в аптеках. Она продается в ампулах. Можно ампулу тоже вот в такой, если ее там надо разводить, не разводить, никогда не брала. Тоже можно развести в таком вот баллончике. Им реально намного удобнее все это дело наносить. Все. Смывать не нужно. Как часто проводить эту процедуру? Вот. Использовать один раз в три дня. Как раз один раз в три дня я мою голову. И это 14 процедур. То есть 14 процедур мы делаем где-то месяц. Это я так, на вскидку посчитала. Могла неправильно посчитать. А потом, через три месяца, мы можем повторять это опять. Посмотрим, в общем, как будут вести себя волосы. Будут ли они питательные, шелковистые. Для меня, на самом деле, самый главный плюс. Если реально они вот эту вот железную, сальные железы, железную секрецию, хотелось сказать. Сальные железы, они действительно подсушат вот это вот все дело. Да, и не будет грязниться так быстро головой. Все. Сейчас я по длине пройдусь своим спрейчиком. Кончики намажу маслом. И высушу голову. Вот и все. В общем, жду ваши отзывы. Ну, а я очень довольна. Особенно вот этим вот делом. Сейчас посушила волосы. Как видите, корни абсолютно нормальные. Никакие не жирные, ничего. Все сухенько. И еще меня заинтересовал состав. Что же здесь все-таки в составе? Написано все по-английски. В общем, вода точно здесь есть. И все. В общем, я здесь вам вставлю. А вы почитайте, какой здесь состав. Поставьте на паузу и прочитайте состав, кому интересно. Все, мои хорошие. Понравилось мое видео, было полезным. Обязательно ставь лайк. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Подписывайся на мой второй канал. Все полезные ссылки под видео. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.